Здравствуйте, товарищи, друзья, дорогие мои, будущие студенты, абитуриенты и их родители. Рад вас приветствовать в стенах факультета государственного управления Московского государственного университета. Ну, тот, кто был на дне открытых дверей, собственно, в главном здании, уже понял, что Московский университет главный университет нашей страны. Это действительно так, он не только старейший, это учебное заведение с самыми большими традициями, о котором не надо будет рассказывать нигде в мире, что это такое, потому что все знают, что такое Московский государственный университет. В отличие от некоторых школ экономики и прочих организаций, которые порой надо будет долго объяснять, что это такое, потому что в других странах о них просто ничего не знали и никогда не слышали. Московский университет и Санкт-Петербургский университет уникальны еще и тем, что они действуют в своем собственном законодательном поле, в отличие от всех других учебных заведений, у нас есть свой закон об МГУ и СПГУ, и у нас выдают дипломы не государственного образца, а дипломы Московского государственного университета, так же, как в Петербурге выдают дипломы Санкт-Петербургского университета. 70% нобелевских лауреатов Московский государственный университет, и, конечно, во всех мировых рейтингах МГУ опережает все другие вузы нашей страны, ну, нам много позиций, порой на сотни позиций. Так что с Московским государственным университетом выбор, в общем-то, достаточно безупречен, потому что в образовании очень важна традиция, важна школа, а уж чего-чего, а традиции школы в МГУ имеются очень серьезные. Если говорить о факультете государственного управления, он, конечно, гораздо более юн, чем МГУ. Факультет не так давно отметил свое 30-летие. Он молодой факультет, но при этом он самый старый факультет государственного управления в Российской Федерации, потому что до этого не было ни одного факультета госуправления, ни в одном вузе нашей страны. Собственно, вот эта наука, public administration, то, что называется, она на Западе существовала уже давно, еще с конца 19 века, в начале 20-го уже представители этой науки даже возглавляли Соединенные Штаты, как Удро Уильсон, президент Соединенных Штатов. Джон Кеннеди заканчивал школу госуправления Гарвардского университета. Которая носит сейчас его имя. У нас этого не было. У нас были высшие партшколы, была Академия общественных наук. То есть для того, чтобы освоить искусство, я считаю, государственного управления, надо было сначала занять какую-то высокую партийную должность, а после этого идти на повышение квалификации. Вот 90-е годы показали, что все должно быть наоборот, потому что людей бросили в эти воды неизведанной новой рыночной экономики, новой государственности, при этом никто не знал, как в этих водах плавать. И потребовались кадры людей, которые бы все-таки изначально были ориентированы в этом. Вот появилась идея факультета государственного управления. И, как я сказал, этот был первый в стране. Именно здесь, в стенах ФГУ, писались все первые программы, стандарты, по которым сейчас занимаются во всех других школах государственного управления, которые есть в нашей стране, а их уже более 400 в различных университетах. Но фундамент все равно здесь. Так же, как и учебники, учебные пособия. И за эти 30 лет я посчитал как раз к юбилею, сколько вышло учебников и учебных пособий, и выяснилось, что более тысячи, которые написаны просто преподавателями нашего факультета. Они представляют действительно весь спектр знаний. Потому что один из плюсов вообще государственного управления, как науки, как предмета, это то, что он абсолютно многопрофильный. Здесь невозможно быть узким специалистом. Государственное управление включает в себя знание всего. Знание истории, знание политики, знание теологии, знание экономики, знание хорошего бухгалтерского учета, математики, соответственно. Поэтому у нас математика, вступительное испытание на направлении ГМУ. У нас важно очень знание психологии, социологии, иностранных языков. Все это здесь есть. Но есть и специфические управленческие дисциплины, связанные с менеджментом, стратегическим планированием, с лидерством. Потому что люди, которые выбрали для себя этот путь, они должны в душе быть лидерами, готовыми вести за собой других. Готовы держать удары, готовы в любой ситуации действовать так, как на боксерском ринге. Ты всегда можешь дать ответ или ты всегда можешь среагировать. И ты всегда готов к тому, чтобы идти дальше. Даже если у тебя будут серьезные неприятности, даже если будут тяжелые испытания, ты должен обладать моральными качествами, которые позволят эти неприятности преодолевать и рассматривать каждую из этих неприятностей, как просто ступеньку, по которой вы можете идти выше. Вот этот набор, комплекс дисциплин, он действительно очень большой. Я считаю, это тоже очень важно, потому что современный мир, он не терпит узких специалистов. Он терпит людей, которые мыслят в самых разных контегориях, в самых разных направлениях. И это правильно. Никогда мы не знаем, какие знания, в каком сочетании нам пригодятся в каждый конкретный момент. И вот это сочетание здесь, которое вы, кстати, можете варьировать, потому что есть много дисциплин по выбору, оно будет для вас уникальным и в то же время универсальным. По существу не будет ничего в искусстве управления, в бизнесе или в государстве, что будет вам неподвластно. Вы сориентируетесь. Вы будете знать, как поступать в тех или иных ситуациях, у вас будет алгоритм решения тех или иных проблем. И ваш мозг будет развит в самых разных направлениях. Знаете, у меня вот был такой опыт в моей жизни, ну, не раз. Я еще в 1992 году преподавал в Калифорнийском технологическом институте. Это в Америке, в Посадене. Калтех, он входит всегда в тройку самых топ-вузов планеты по всем рейтингам. Если у них там нет Нобелевской премии по их дисциплинам, он технический вуз. Это в основном астрономия, физика, химия. Если у них нет Нобеля в какой-то год, у них там траур. Чисто технический вуз, но 40% дисциплин там были общественные и гуманитарные. Потому что они считали, и совершенно правильно считают, что мозг должен расширяться во все стороны, более-менее равномерно. Тогда он может производить действительно качественную продукцию, а не быть специализированным в какое-то одно направление. Вот факультет государственного управления, он во многом и помогает развиться всем вашим возможным качествам. И действительно, если посмотреть на то, где работают наши выпускники, они работают везде. Вот просто везде. Причем в самых разных и государственных структурах, структурах бизнеса. Вот куда я не приду, в какое-нибудь министерство, администрацию президента, ну уж не говорю про свою думу, Совет Федерации и так далее. Там постоянно я сталкиваюсь с нашими ребятами, которые ко мне подходят. Ой, я у вас учился. Ой, вы мне давали студенческий билет. Ой, вы мне вручали диплом. Везде, повсюду. Хотя факультет молодой, у нас еще не так много. Еще министров у нас пока нет, но губернаторы уже есть. Володя Солодовна сейчас на Камчатке губернаторствует. Довольно много уже начальников управления, министерств. Сейчас в правительстве наш выпускник заведует кадрами правительства Российской Федерации. Ну и у нас вообще-то таланты во все стороны развиваются. Николай Басков у нас заканчивал, например, факультет, магистратуру нашего факультета. Ну а молодежи больше, например, будет известен мод, который в этой аудитории, я думаю, свой бизнес-проект делал, в том числе с Black Star. То есть это живые люди наши выпускники, которые способны решать любые управленческие задачи. При этом стойкие к ударам судьбы. При этом имеющие фундаментальную университетскую подготовку на базе Московского государственного университета. У нас сохранились достаточно хорошие международные связи. Да, сейчас некоторые есть сложности с западными университетами. Но должен сказать, что если по многим направлениям связи разорваны, по образовательным нет. Потому что им тоже надо откуда-то брать мозги. Мозги у них плохо генерируются, на самом деле, на Западе. Они в основном здесь у нас производятся, в Китае, в Индии. Там плоховато с этим. И у нас есть стажировки. Они есть и в западные университеты. Сейчас сохранились некоторые университеты. И у нас, конечно, сейчас огромное окно возможностей для сотрудничества на Востоке. Причем это не только Китай, это и Корея Южная, это и Тайвань. Действительно, там находятся сейчас наиболее динамичные центры развития современного мира. Китай – самая быстро растущая экономика на протяжении последних 40 лет, наверное. И там действительно есть возможности для очень серьезного и научного роста, и карьерных возможностей. Меня иногда спрашивали, как у вас с китайским языком на факультете. Вы знаете, вы пробовали с китайским языком, но получилось так, что как-то студенты очень быстро отваливались. Очень быстро, потому что не могли просто освоить. Мы какое-то время прекратили преподавание. Сейчас, думаю, опять возобновить преподавание на китайском. Тем более, что у нас сейчас уже на разных курсах и даже уже в аспирантуре учатся 400 китайцев на факультете, которые уже, естественно, могут хорошо и помочь в освоении этого языка. Что вам еще рассказать? Могу вам рассказать еще о том, что математика, как я сказал, вступительное испытание многих отпугивает. Но здесь на самом деле почему и что с ним можно сделать? Первое. Значит, если вы хорошо ориентируетесь в математике, если вы сдаете ЕГЭ по профильному уровню, то вы сдадите вступительное испытание на факультет государственного управления. Трюк заключается в том, что экзамен по математике для всего МГУ один. Нет экзаменов по математике для госуправления и для математиков. Это один экзамен. Но для того, чтобы поступить на ВМК, там надо, грубо говоря, решить 8. А на факультет государственного управления можно гораздо меньше. Не обязательно выполнить всю программу, которая там олимпиадную для МЕХМАТа. То есть на самом деле у нас проходимая математика, вполне проходимая. Для тех, кто просто хорошо разбирается на уровне профиля. Почему математика? Да потому что у нас очень много математики в итоге. Если что-то другое, там студенты высыпались просто. Экономики много, чисто статистики много. И поэтому математические знания здесь, они действительно очень нужны. Это первое. Ну и второе. Вот когда вступить на экзамен и вступить на испытание по математике, это всегда честно. Здесь невозможно какие-то отклонения. И кроме того, это позволяет и отсеять некоторых стобальников, которые на поверку оказываются не стобальниками. Поэтому на самом деле мы одно время сопротивлялись этой математике как к вступительному испытанию. Но сейчас я на самом деле считаю, что это очень правильно и хорошо. И полезно. И полезно, потому что в итоге математическое сознание, оно позволяет в любых случаях и в экономике, и в управлении государством всегда реализовывать свои возможности. Спрос на выпускников большой. Безработных у нас среди выпускников нет. Работают действительно везде. С благодарностью вспоминают факультет. У нас ассоциация выпускников очень большая. В связи с 30-летием она еще и расширилась. И действительно факультет сейчас, если хотите, он и так молодой, 30 лет, но он переживает очередную молодость. И ждет новое пополнение студентов, которые будут учиться. У нас неплохое здание, как вы заметили. Условия, хороший спортзал, замечательные возможности для занятий спортом, чем угодно другим в Московском университете. Есть студенческая жизнь, активная. Особенно после ковида, она сейчас просто бьет ключом. Студенты засиделись на дистанции. Сейчас активно фонтанируют идеями, инициативами. У нас КВН очень хороший, сильный. Всегда был на факультете. Наша факультетская команда заняла в доковидное время второе место по Москве в соревновании КВН. Факультетская команда, не университетская. Правда, проиграли другой университетской команде из нашего же МГУ. С этой точки зрения тоже все есть. Для студентов это будет незабываемое время. Вообще студенческое время, оно самое хорошее. Вот родители кивают, улыбаются и подтверждают. Нет ничего лучше студенческих ребенок, хотя они проходят быстро, стремительно. Дальше начинается жизнь, которая может забросить вас куда угодно. Но уверяю вас, то, что вы узнаете, то, что вы учете, и кем вы станете на факультете государственного управления, вам пригодится везде. И в вашей семье, и в государственной думе, в правительстве, в крупных корпорациях, у кафедры. На самом деле, вот когда вы выбираете эту профессию, вы на самом деле себе открываете все пути в жизни. Все пути в жизни. Потому что на стажировку, ведь вы можете попасть, ну скажем, я не знаю, в компанию «Газпром» и стать крупным менеджером газовой индустрии, не будучи специалистом по газу. Или вы попадете там в «Лукойл», или в «Алросу», или в администрацию президента. У нас очень многие студенты на практике просто закрепляются, и уже там беда их вытащить на экзамен. Они уже считают, что все, они уже отучились. В этом тоже есть проблема. Но, повторяю, нет такой отрасли, где бы не было управленцев. Есть управленцы образования, есть управленцы медицины, есть управленцы в любой бизнес-структуре, в любой государственной структуре, в любом муниципалитете, в любом региональном правительстве. Везде есть управленцы. И реально вы, закончив, ну, я думаю, все-таки не бакалавриат, а магистратуру уже, настраиваетесь на 6 лет, те, кто пришел на бакалавриат, вы сможете это сделать. Вы сможете. Вы не провалитесь. Вы будете двигать вперед себя, значит, и страну. Будете верить в себя, значит, и страну. Ну, я, как вы понимаете, могу о факультете рассказывать вечно, но поскольку не собираюсь вас сильно утомлять, уже и в главном здании было мероприятие. Поэтому я просто призываю вас действительно сделать правильный выбор, прийти на факультет государственного управления, кто ряд, кто магистратуру. Ну, а мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы мы вместе смогли осваивать и продвигать вот это великое искусство, управлять великой страной. Спасибо. Максим Викторович Фоменко, заместитель декана по учебе. Он как раз и будет вас принимать. Поэтому ему слово. Ну, а потом мы ответим на вопросы. Спасибо, Вячеслав Алексеевич. Добрый день еще раз, уважаемые абитуриенты, дорогие гости. Собственно, действительно, программа нашего Дня открытых дверей продолжается. Сейчас я кратко расскажу вам о том, как, собственно, поступить на наш факультет и стать частью сообщества ФГУ. Обо всех преимуществах, достоинствах нашего факультета Вячеслав Алексеевич вам уже подробно рассказал. И далее у нас планируется небольшая сессия вопросов и ответов. Если что-то вы хотели бы у нас уточнить после наших выступлений, потом перед вами выступит выпускница нашего факультета и расскажет о том, как, собственно, все преимущества нашего факультета ей удается в жизни реализовать. Ну, и на этом тоже не заканчивается наша программа, поскольку после этого мы вас приглашаем на шестой этаж в аудиторию А619, где вы сможете пообщаться с нашими коллегами, которые занимаются важными направлениями деятельности нашего факультета, например, магистратурой. Либо вы можете что-то узнать о подготовительных курсах, то, что вас на данный момент интересует. В общем, также вы там сможете пообщаться и со студентами, будет много всего интересного. Ну, как я, собственно, уже обещал, сейчас я расскажу вам о приеме, о наиболее, наверное, для вас сейчас важном этапе. Я думаю, что не ошибусь, если сделаю такое предположение, что большинство здесь присутствующих все-таки хочет начать обучение в нашем факультете с самого начала, то есть с первой ступени высшего образования, с бакалавриата. И, как вы видите, наш факультет осуществляет подготовку по четырем направлениям. Государственное муниципальное управление, управление персоналом, менеджмент и политология. И, собственно, на этом слайде представлена наиболее важная для вас информация, вполне конкретная, включающая в себя, например, проходной балл прошлого года. Но я сразу хочу сказать, что, конечно, проходные баллы, они из года в год меняются, они могут как повышаться, так и понижаться. Это лишь такой некий ориентир. Но что для вас, я думаю, также очень важно, это количество бюджетных мест. На прошлом дне открытых дверей, если кто-то присутствовал, я говорил о том, что окончательные контрольные цифры приема, они будут известны в январе 2024 года. Вот, собственно, этот день наступил. Вчера на сайте центральной приемной комиссии опубликованы уже окончательные цифры, собственно, и бюджетных, и контрактных мест, которые будут разыгрываться при поступлении на все факультеты МГУ, включая, естественно, факультет государственного управления. Кроме того, обратите внимание на перечень вступительных испытаний. Вячеслав Алексеевич уже говорил о том, что в МГУ существует дополнительное вступительное испытание, и по трем направлениям из четырех у нас это математика. Ну, здесь несколько особняком стоит направление политология, где дополнительное вступительное испытание и история. На что я еще попрошу обратить внимание, это на такую вот гибкость, вариативность. То есть Вячеслав Алексеевич говорил о комплексности обучения, о том, сколько разных сфер знаний вы осваиваете, изучаете, когда обучаетесь на факультете. И, собственно, даже в рамках набора вступительных испытаний у нас эта комплексность, она очень ярко и рельефно отражена. То есть обратите внимание, что, например, одну из позиций ЕГЭ на государственном муниципальном управлении вы можете выбрать. То есть при наличии обязательных русского языка и математики вы можете выбрать третью позицию между обществознанием, географией, иностранным языком. И аналогичная вариативность есть на политологии, где вы сможете один из ЕГЭ выбрать либо обществознание, либо география. И если вы предоставляете, например, результаты и того, и той, и той дисциплины, то система наша, система обработки данных, она автоматически выбирает более высокий результат, естественно, в вашу пользу. И что мне еще хотелось бы сказать в заключении про бакалавриат, это то, что, несмотря на то, что, конечно, бюджетных мест, может быть, на первый взгляд, не так много, Но я очень советую здесь ни в коем случае не стесняться, максимально скрупулезно, подробно освоить программу подготовки к экзамену и, собственно, участвовать в конкурсе. И обязательно это будет вознаграждено, то есть ваши стремления, ваши старания, они вполне могут привести к тому, что вы, собственно, в число этих счастливчиков, бюджетников и попадете при должном к этому всему отношении. И еще один момент, который здесь на слайде не отражен, но я считаю своим долгом все-таки вам об этом сказать. Это механизм так называемых приоритетов, который впервые появился в приеме прошлого года, 2023-го. Я не буду сейчас очень подробно рассказывать о том, как он функционирует, там очень много нюансов, но хочу сказать, что его можно свести, по большому счету, к одной простой фразе. Если вы уже четко определились с выбором факультета государственного управления, то по тому направлению нашего факультета, которое вы выбрали в качестве приоритетного, нужно поставить цифру 1, то есть пронумеровать ее единицей, поскольку именно тогда вы в случае, естественно, должного количества баллов в рамках конкурсного отбора, вы, собственно, именно на это направление и будете зачислены. То есть если этот принцип сводить к одной фразе, то она будет звучать именно так. Ставьте единицу туда, куда вы точно хотите в первую очередь поступить. Ну а все остальные направления, естественно, пронумеруйте в порядке возрастания другими цифрами. Но на бакалавриате, естественно, обучение у нас не заканчивается. Мы предлагаем очень широкий спектр магистрских программ. Обратите внимание, что в магистратуре мы реализуем те же направления, что и в бакалавриате. И, кстати, система приоритетов там тоже действует, но здесь, конечно, есть существенное отличие. Оно заключается в том, что в магистратуре у нас один экзамен. Он соответствует тому направлению, на которое вы поступаете. То есть содержание этого экзамена, оценивающегося, исходя из 100 баллов, как и все экзамены, оно соответствует содержанию направлений. То есть ГМУ, основу государственного муниципального управления и так далее. И обратите внимание на то, что у нас в магистратуре бюджетных мест ощутимо больше, чем в бакалавриате. Более того, в магистратуре у нас есть бюджетные места на направлении менеджмент. Напомню, что в бакалавриате у нас на менеджменте все-таки только контракт. Поэтому я особенно в данном случае обращаюсь в первую очередь к выпускникам и других факультетов МГУ, и других вузов, в том числе вузов из других регионов Российской Федерации, что ни в коем случае не гарантированы места в магистратуре нашим выпускникам бакалавриата, я имею в виду выпускникам бакалавриата факультета государственного управления, в рамках этой конкуренции, естественно, у нас достаточно часто на бюджетные места поступают и выпускники других факультетов и вузов. Поэтому старайтесь, готовьтесь к экзаменам. Я уже говорил о том, что у нас очень широкий спектр магистрских программ, включающий, например, программу по искусственному интеллекту в государственном и корпоративном управлении в рамках направления государственного и муниципального управления, функционирует, реализуется уже не первый год программа англоязычная магистрская по управлению человеческим капиталом. И вот достаточно много студентов из дружественных стран у нас на этой программе обучаются. Простите. В магистратуре, собственно, те наши выпускники, которые уже получили диплом магистра, они имеют прекрасные возможности для продолжения своей исследовательской деятельности, полноценной научной работы. И здесь мне хотелось бы отметить, что у нас, собственно, в прошлом году была открыта новая научная специальность государственное и муниципальное управление, в рамках которой наши аспиранты могут в перспективе стать кандидатами наук и исторических, и экономических, и социологических. То есть здесь выбор, он достаточно такой серьезный, большой, вы всегда можете его сделать. Ну и в совсем уж дальней перспективе, естественно, защитить и докторскую диссертацию. Спектр программ дополнительного образования на нашем факультете очень широк, я не буду перечислять их все, их буквально у нас действительно десятки. В частности, предлагаются программы второго высшего образования для тех, у кого нет еще управленческой специальности, но кому она необходима в рамках трудовой деятельности, в рамках развития карьеры человека. И вот здесь как раз на слайдах я перечислю кратко программы, которых, как вы видите, очень много. Действительно, очень большое внимание, как уже сказал Вячеслав Алексеевич, у нас на сайте, на факультете, простите, уделяется преподаванию иностранных языков. Проключенное обучение тоже уже, собственно, было сказано и про практику. Ну и тем, кому интересны подготовительные курсы, здесь, собственно, присутствует руководитель отдела подготовительных курсов Ирина Владимировна Малькова, и вы можете пообщаться с коллегами в аудитории А619 после мероприятия в нашей аудитории. Про студенческую жизнь вам уже достаточно подробно рассказали наши представители студенческого совета, я думаю, до наших выступлений. В итоге, мне хотелось бы сказать вам, чтобы вы действительно как можно лучше готовились к экзаменам, и тогда у вас открываются прекрасные перспективы, прекрасные возможности для поступления на наш факультет, на факультет государственного управления. Если после наших выступлений остались какие-то вопросы, то мы сейчас готовы на них ответить. Если можно, микрофон. Он рабочий? Пожалуйста, говорите. Раз, раз. Итак, у меня есть вопрос по поводу магистрских вступительных испытаний. К сожалению, пока это не было озвучено, поэтому хочу сейчас выяснить. Я писал своим друзьям по магистратуре ФГУ и пытался найти примерные варианты этих самых заданий, но они утверждают, что их нет. Что вы можете на это сказать? На сайте они есть. В принципе, вы можете написать, например, мне на почту. Вы можете подойти, взять мою почту, напишите, я вам, собственно, скину ссылку. Хорошо. Может быть, просто там не совсем просто их найти. Но вообще, обычно мы выкладываем. Простите. Да. Спасибо. Да, еще вопросы. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот у вас есть печатное издание, журнал, вы не подскажете, как туда отправить публикации? Вы имеете в виду вестник Московского университета? Нет, вот у вас есть Юрий Юрьевич Петрунин, у него есть издание свое. Вот как туда отправить публикации? Я просто тоже смежной специальности в другом учебном заведении, в аспирантуре. Я хотела бы туда публикацию отправить. Собственно, если вы, ну, я думаю, что все-таки вы имеете в виду, скорее всего, вестник Московского университета, серия 21, управление государства и общества, то все требования по оформлению статей, по содержанию их, они есть на нашем сайте, по-моему, они достаточно подробные, там есть адрес. Собственно, в разделе «Наука» на нашем сайте вы можете все эти характеристики статьи, да. У нас даже два журнала, есть электронный вестник, бумажный вестник. И так получилось, что я главный редактор и там, и там, поэтому вы можете не только Юрию Юрьевичу прислать, но и просто на мое имя. Прислать как главного редактора мы, естественно, рассмотрим в установленном порядке. Мы публикуем, естественно, работы представителей других вузов, других научных учреждений тоже. Да, это все делается электронно, для этого не надо, никакие бумажные и телефонные созоны не нужны. Спасибо. Вопрос. Во время обучения на бакалавриате перевод между направлениями возможен или нет? Переход между направлениями, то есть после того, как вы уже поступили, вы имеете в виду, да, это возможно, но это осуществляется только централизованно по МГУ приказом ректора. То есть должно быть какое-то обоснование, почему студент все-таки хочет перейти с одного направления на другое. То есть, ну, понятно, что там готовится определенный комплект документов, но это уже в процессе обучения. Это такие вопросы уже, они появляются именно тогда, когда человек является студентом. Ну, вообще, возможно, да. Какое лучше выбрать, в принципе, направление, чтобы в будущем выйти в политику? Ну, например, как именно в Государственную Думу? В политику, может быть, Вячеслав Васильевич. Ну, знаете, политику можно прийти из любой специальности, на самом деле, безусловно. Но в этом случае вас, наверное, будут больше интересовать вопросы, связанные с политологией, с политическим анализом. Хотя, опять же, политика тоже бывает разная. Есть международная политика, да, тогда это... Здесь уже специализация, скорее, не по отделениям, а по кафедрам. По какой кафедре вы будете писать свои курсовые дипломные работы, там, магистрские диссертации. Вот это, скорее, будет ваш профиль. Не то, куда вы поступите. В рамках ГМУ там много есть кафедр, которые обслуживают это направление. И для политики, ну, хороши любые. И политические анализы, и международные организации, и мировая экономическая политика тоже годится. Да любая, на самом деле. Государственное управление. Политика – это вообще такая вещь, которая не предполагает узкой специализации, опять же. Да, то есть политика – это, скорее, даже призвание. А вот то, что мы здесь преподаем, то, что мы изучаем, это фундамент для того, чтобы действительно стать профессиональным человеком в любой области, ну, в том числе в политике. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы, уважаемые абитуриенты? Давайте еще пару вопросов. Скажите, пожалуйста, в каком формате проходят подготовительные курсы и дают ли они какие-то преференции? Подготовительные курсы? Да, подготовительные курсы. Я думаю, что, наверное, мы попросим Ирину Владимировну. Ну, может быть, кратко, а потом. Добрый день, уважаемые гости. Я готова более подробно ответить на все ваши вопросы после окончания вот этой официальной встречи. Какой аудитория у нас будет? А, 619. А сейчас только, ну, два слова буквально. Занятия на курсах у нас сейчас проходят оффлайн в удобное вечернее время, начиная с пяти часов. Заниматься могут школьники девятого, десятого и одиннадцатого класса. Ну, вот. Да, и присоединиться можно с любого момента, в том числе, если есть желание, буквально с завтрашнего дня. Спасибо, Ирина Владимировна. Уважаемые абитуриенты, есть ли? Давайте, наверное, еще один вопрос. Да, здравствуйте. А я хотел бы более подробно послушать про план обучения. Каким предметом будет отдаваться роль на госуправлении? Главная роль – это будет экономика, может, это будут какие-то гуманитарные науки? Ну, если вы имеете в виду направление государственное и муниципальное управление, вы спросили на госуправление, но я так понимаю, что, наверное, направление ГМУ, то, конечно, все равно это комплексное обучение. То есть целый блок есть социально-экономических дисциплин, включающихся, собственно, экономические, финансовые дисциплины. Понятно, что есть блок специализированных управленческих дисциплин, начиная от, собственно, теории государственного и муниципального управления и заканчивая уже какими-то более частными аспектами управления. Это и математический блок, и, собственно, гуманитарные какие-то другие дисциплины, как общего характера, там, история, философия, так и углубленные, связанные, например, с коммуникациями, те же самые деловые коммуникации, межкультурные коммуникации и так далее. То есть этих дисциплин очень много, и как-то выделять одни и совсем забывать про другие и мы, в общем, не собираемся здесь. Конечно, все будет преподаваться на одинаково высоком уровне. Добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос. Если я выбираю бакалавриат в вашем университете, то получается специальность у меня выбирается после третьего курса, верно? Если вы имеете в виду, наверное, не специальность, как сейчас направление, а специализацию, скорее всего. То есть в рамках двух направлений у нас есть специализации. То есть, например, в рамках государственного муниципального управления с третьего курса есть четыре модуля, можно их назвать специализациями. Это антикризисное управление, региональное муниципальное управление, стратегическое государственное управление и управление экономикой и финансовым. Соответственно, дальше эти же программы, они есть и в магистратуре, но есть и другие, как я уже говорил, у нас очень широкий спектр магистратурных программ. Но да, в принципе, если говорить о неких наборах дисциплин, которые уже определяют специализацию, то это с третьего курса. Спасибо большое. Пожалуйста. Много вопросов. Ну давайте все-таки дадим возможность. Да, конечно. Давайте, раз вопросы есть, давайте мы на все ответим. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при поступлении, так как здесь есть несколько специализаций, у которых одинаковые вступительные экзамены, то при поступлении можно только одну специализацию помечать? Я просто не совсем знаю механизм. Вы имеете в виду помечать на каком этапе? Ну, когда подаешь документы. Когда вы подаете документы, нужно помнить о важном принципе, что у вас есть лимит в пять направлений. Но, например, если в Московском государственном университете на семи факультетах или там сейчас уже больше преподаются дисциплины по менеджменту, то есть реализуется направление менеджмент, то это будет считаться одним, естественно, направлением. То есть вы можете на менеджмент подать везде, это будет считаться одно направление. Главное, чтобы совпадали названия. Но уникальных, скажем так, направлений можно выбрать максимум пять. Вот внутри ФГУ. Внутри ФГУ вы, собственно, подаете на то количество направлений, чтобы в целом по МГУ у вас было не больше пяти. То есть вы можете, например, выбрать условно четыре наших направления и еще одно какое-то. То есть они будут отдельно считаться? Каждый как отдельное направление, я правильно понимаю? В целом они суммируются по МГУ. Но если совпадают названия, то это одно направление. Спасибо. То есть то же самое государственное муниципальное управление, если оно еще где-то в МГУ реализуется, то это будет как бы вы не истратили два направления, вы подали на одно и то же. Нет, другие вузы это уже отдельно. А если в процессе обучения на факультете государственного управления появится желание перевестись на политологический факультет, надо будет заново ЕГЭ сдавать по истории или местный? Нет, это уже решается на уровне ректората и взаимодействия между двумя факультетами, если они готовы принять. Но это уже вопрос нужно ставить конкретно, когда уже студент обучается. Ситуация следующая. Я скорее со второго курса собираюсь идти на военную кафедру. Я ее закончу через, ну, как закончится бакалавриат, закончится военная кафедра. Но, как я уже упоминал ранее, я собираюсь идти на магистратуру. Продлевает ли магистратура военную кафедру? Да. То есть, а как все это работает? Получается, я заканчиваю военную кафедру на своем факультете, потом поступаю на магистратуру, оформляю заново документы или как это работает? Это вот вам лучше, конечно, уточнить на факультете военного обучения, потому что это их прерогатива, там, продлевать как-то. Но вообще, обучаясь в магистратуре, вы вполне можете продолжить обучение на военной кафедру. Такие прецеденты были. Ну, это меня обязывает, получается, да? То есть, мне военный билет не выдадут после бакалавриата, если по эту магистратуру на другую факультете? Это, я еще раз говорю, это лучше обращаться все-таки с такими нюансами на военную кафедру непосредственно, потому что не факультет вам выдает военный билет и прочие документы, связанные с военным обучением. То есть, это все-таки вопрос к военной кафедре. Спасибо большое. Да. Все, уважаемые абитуриенты. Тогда у нас есть еще для вас обращение нашей выпускницы. Я хотел бы передать слово начальнику отдела подготовки и реализации зарубежных спецпроектов дирекции Всемирного фестиваля молодежи, Юлия Петровна Матякина, которая у нас закончила и бакалавриат, и магистратуру в свое время. Здравствуйте, уважаемые будущие люди лучшего факультета, лучшего вуза страны, как говорит наш декан. И я с этим абсолютно согласна. Я до сих пор абсолютный фанат факультета государственного управления. Я считаю, что большая часть того, что у меня есть в моей жизни, собственно, происходит благодаря факультету. По сути дела, моя текущая работа у меня есть благодаря проектам, которые я вела на ФГУ. Соответственно, большая часть иностранных партнеров, с которыми мы сотрудничаем, это люди, которые, соответственно, приезжали к нам на факультет, будучи студентами. И все эти годы, так или иначе, знания, полученные на факультете, помогали мне на разных-разных работах. Наверное, начну я с того, что, когда я была в девятом классе, папа приехал к какой-то встрече и привез листовки про факультет государственного управления. Я очень хотела в МГУ, но я не могла выбрать факультет. Я, значит, увидела эти листовки, подумала, какое интересное направление, какой интересный факультет. Мы приехали сюда, в этот зал. Он был вообще полностью забит людьми. Было практически не сесть, не встать. В общем, выдался какой-то вот такой день, когда приехало большое количество людей. Соответственно, мы послушали Вячеслава Алексеевича. Он только недавно на тот момент пришел на факультет. Супер вдохновляюще рассказывал про Россию, про госуправление. У факультета было огромное количество партнеров, собственно, как и сейчас, и российских, и зарубежных. Было большое количество возможностей. Это было сразу очевидно, что можно будет и ехать в стажировки за рубеж, и довольно хорошие возможности для практики. Вот. И, соответственно, тогда я загорелась этой мыслью, что мне обязательно нужно поступить на ФГУ. Два года я сидела с оранжевым учебничком «Математика для авиатриентов». Очень хороший учебник, продается в МГУ. Зарешивала нон-стопом эти задачи, чтобы поступить на бюджет. Соответственно, готовилась к ЕГЭ, ездила сюда на подготовительные курсы. Год проездила, соответственно, подготовительные курсы. Сочи полезны по математике тоже, потому что они готовят именно к вступительному экзамену, который здесь есть, потому что он довольно сильно отличается от ЕГЭ. Вот. Соответственно, чудом каким-то я поступила на бюджет, я считаю, потому что, ну, понятно, задачи все-таки довольно сложные именно на вступительном экзамене. Я училась на направлении менеджмента, бакалавриати и на кафедре финансового менеджмента. Это большую часть времени. Было большое количество, опять же, математических предметов, но при этом и большое количество гуманитарных. То есть факультет — это что-то такое между, на самом деле. То есть не случайно там математика вступительная. Чем это хорошо? Большое количество ребят наших, кто поступили там с хорошими аналитическими способностями, смогли их здесь развивать и дальше идти там в крупные консалтинговые агентства. Вот. Соответственно, заниматься финансовым менеджментом в том числе. Это довольно прибыльная в целом дальше профессия. В то же время большой блок гуманитарных кафедр, он тоже хорош тем, что, соответственно, создает определенное мировоззрение. Понятно дело, что научиться там государственному управлению как таковому нельзя. И управлять — это скорее навык. Но в то же время вот это мировоззрение, которое дает факультет государственного управления, но очень сильно помогает. То есть, например, когда я после факультета пришла работать в мэрию, думаю, что если бы у меня не было там базы, которую заложил Купряшин, я бы вообще не понимала, что происходит. Потому что там какие-то базовые вещи, конечно, в стране строятся определенным образом. Например, соотношение исполнительной и законодательной власти, как это все происходит. Ну, то есть я думаю, что если бы не это базы, я бы, думаю, что мало что бы понимала в происходящем, в сфере управления Москвой. Что еще рассказать про само обучение на факультете? Соответственно, потом я поступила на кафедру к Вячеславу Алексеевичу, он у меня был научным руководителем два раза, и в конце благовариата, и в магистратуре писала про Брикс Шосс, про роль в России. И, соответственно, делала довольно большие мероприятия на факультете, посвященные, собственно, Брикс и Шосс. Мы делали модель и такую небольшую научную конференцию совместно с конференцией Ломоносов в МГУ. Кроме того, делали большие такие съезды что, где, когда. Вот в том числе здесь у нас происходил спортивный что, где, когда. Большое количество людей вокруг мне говорили, что это все ерунда, и никогда тебе в жизни не понадобится, можешь не заниматься всеми этими активностями. Ну, еще была с председателем Студсоюза, вела весь международный центр, там, 10 международных клубов. По факту оказалось, что люди, которые к нам приезжали на Брикс и Шосс, вот девушка, которая приезжала от Бразилии, сейчас в главе штаба Лулы. Соответственно, ребята, которые подключались там по онлайн-видеосвязи из ЮАР, сейчас руководят там центром Брикс в ЮАР. И мы с ними в том числе вот делаем сейчас, сотрудничаем по Всемирному фестивалю молодежи. То есть большая часть контактов, которые вы заводите в университете, так или иначе, вам обязательно понадобятся потом по жизни, в работе. Поэтому не пренебрегайте этим. Учеба на ФГУ очень интересная и очень полезная с точки зрения знаний, но она и полезна с точки зрения социальных контактов, потому что здесь действительно учится очень много интересных людей. И в то же время факультет дает возможность реализовывать какие-то свои, соответственно, идеи, проекты. Очень сильно всегда у нас был студенческий совет. Соответственно, вот Мария Алаева у нас его возглавляла очень много лет. И у нас было огромное количество интересных активностей, как с точки зрения развлекательной, но и с точки зрения научной. У нас был очень сильный научный, студенческо-научственного общества. И многие ребята, которые в том числе его возглавляли, сейчас возглавляют аналитические центры различные. То есть в целом почти все вкладывались туда, где сейчас и работают. То есть примерно в те сферы, в которых сейчас и работают. Что еще сказать? Ну, соответственно, немножко про выпуск уже после факультета. Как, соответственно, большая часть людей находит работу, наверное, нужно сказать. В моем случае получилось, что я выпустилась, пошла работать в исполнительные органы власти. Ну, соответственно, в мэрию Москвы. Какое-то время поработала, поняла, что хотелось бы еще чего-то. Меня позвал работать в фонд президентских грантов. И там мне отдали полностью направление общественной дипломатии. У меня было 150-180 проектов российских некоммерческих организаций, которые реализуют научно-образовательные и проекты в сфере дипломатии, общественной дипломатии и поддержки соотечественников. Собственно, это то, чем я горела здесь. Такие проекты я делала сама. И поэтому, конечно, с большой радостью несколько лет я занималась тем, что курировала такие проекты. Помогала им получать гранты и, соответственно, принимала их отчеты. И, соответственно, вот последние 9 месяцев я занимаюсь самым крупнейшим проектом нашей страны, Всемирным фестивалем молодежи. Он проходил в России до этого три раза. Два раза в советское время. В 1957 году и в 1985 году собирал больше 30 тысяч человек из разных стран. Соответственно, фестиваль 2024 года также объединит 20 тысяч людей из 180 стран. Сейчас у нас партнеры из более чем 300 зарубежных организаций. Огромное количество российских партнеров. По сути, вся страна занимается подготовкой Всемирного фестиваля молодежи. Все государственные органы у нас делают свои сессии, привлекают своих российских и иностранных участников. Огромное количество некоммерческих организаций будут делать свои площадки и приглашают своих спикеров на фестиваль. И поэтому это, наверное, может служить примером того, что выйдя из факультета государственного управления, во-первых, действительно можно попасть в ту сферу, которая тебе интересна, и в ту, в которой ты горишь. И в то же время реально влияет на государственные процессы, на крупные государственные проекты. Наверное, что еще нужно сказать? Большое количество ребят, которые со мной учились, реально успешно устроились. Часто это было сложно с какими-то перипетиями, собственно, которые есть у всех людей. Сложно сказать, что вот выйдя после факультета государственного управления, вот сразу все очень-очень успешно устроились. Но так или иначе, вот сейчас, спустя 5-6 лет, большая часть ребят, которые хорошо учились, занимают нормальные должности. Наверное, про деньги так или иначе все спрашивают. Вот выходя с факультета, мы выходили примерно на зарплату 70-80 тысяч рублей. Сейчас, спустя 5-6 лет, это где-то 200 тысяч рублей. Такая средняя зарплата наших выпускников, 150-200, я думаю. Вот, что в целом нормально и соответствует зарплате больше среднего в регионе. Ну и готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Все, спасибо большое. Спасибо, Юлия Петровна. Ну что ж, уважаемые абитуриенты, спасибо вам огромное за внимание. Спасибо за то, что к нам сегодня пришли. Ну, еще раз вам напомню, что наше мероприятие на этом не заканчивается. И на шестом этаже, в А619, вам, наверное, еще даже более подробно ответят на интересующие вас вопросы по конкретным направлениям деятельности факультета. Спасибо, всего вам доброго.